Привет всем! Я недавно узнал, я не знал, что группа смысловые галлюцинации, совершенно замечательная группа, официально объявили о своем самороспуске. Печалька. Ну, в принципе, то, что они и раньше, когда они существовали, у них тоже песенки были не особенно позитивные, но, тем не менее, вызывали к себе определенный интерес. Вечно молодой, Зачем катать мою любовь, Розовые очки, Звезды 3000 и так далее. Это верхний слой, хитовый, но у них еще есть песни, которые очень творческие. Понимание тяжелой музыки, это как раз такие песни, как Бестюардесс в электрической версии и, например, песня Когда ты умрешь. Очень страшные, очень тяжелые песни. И, конечно, с такими песнями по жизни тяжело идти. Как вот, нам песня строить и жить помогает, но такие песни как раз не строить, не жить не помогают. Но зато после них ценишь какие-то простые вещи. То, что ты живешь, ходишь, видишь, слышишь. За это группе смысловые галлюцинации. Большое спасибо. А еще хочу сказать, что в один из своих дней рождения я поехал в Москву из Калина погулять. И случайно, вот прямо на свой день рождения, у меня такой подарок, встретил на улице Тверской группу смысловые галлюцинации. Кроме их никто не узнал, они были в трое. Сергей Бабунец, тогдашний басист Александр Буров и тогдашний ударник Павел Хабиров. Я им сказал, что их люблю и уважаю. Перечислил вот эти вот песни самые тяжелые, за которые я их люблю и уважаю. Пожелал им всего хорошего. Как дальше у них судьба сложится, я не знаю. Может быть это вообще просто рекламный ход. Также прошла информация, что Сергей Бабунец теперь будет заниматься ресторанным бизнесом. Я не знаю, как он будет им заниматься, если он всю жизнь занимался музыкой, а тут ресторанный бизнес. В любом случае, всего им хорошего. Это одна из тех групп, которые я выделяю. Выделяю, потому что не оставляют равнодушными. Всего доброго, до свидания.